всем привет засним сегодня видео про наш кузнечик будем сегодня на нем добавлять топливо у цикловой подачи нифига он у нас как бы мотор трехлитровый но едет он по большому счету как и родной был у него 2 и 3 ну груженый да он едет тоже так же как и пустой тот пустой ехал точно так же как сейчас этот тоже пустой едет и груженом тяга конечно есть у него чувствуется но чувствуется мало топлива хоть какую бы горку не шел как бы газ не давил там вполне пол у него нету вообще черного дыма абсолютно там на тнвд накручено убавлено топливо потому что он когда был на сто двадцать четвертом этот мотор бывший владелец он рассказывал накрутил у него расход достигал до 6 литров на сто двадцать четвертом ну седану как говорится хватало этого мотора за глаза ну все-таки гуси тяжелая машина и сопротивление лобовое все как говорится вот хотим сегодня добавить топлива но прежде чем добавить это топливо сейчас хотим на нем немножко прокатиться ну не знаю будет конечно видно разницу или нет на пустом ну по крайней мере по дыму мы точно увидим разницу но сделаем короче замер разгон там до 100 как получится посмотрим как приблизительно как он будет какие-то результаты нет ну я думаю что ничего нас результатов особых разницы не будет в разгоне но потяги я думаю будет но это нагруженным и к сожалению сейчас не проверим там в гору хотя вот ну когда на кузнец ездили в гору он вздыхал газ пол дыма черного нету но затяжные подъемы он вздыхал он только вытягивал когда больше там сотки едешь больше 110 тогда он вытягивал нормально а если 90 эти 80 он не вытягивал затяжные подъемы на 5 4 включаешь тоже бесполезно он на 4 заходил конечно но он не разгонялся уже там больше 80 грубо говоря короче у меня вывод такой что все-таки не хватает топлива в общем вот так вот ну вся короче запускаем я думаю это предположение мы подтвердим для проверки в моем такте с водой кстати на улицу сейчас прохладно вода полно пока на воде он потому что я сейчас еще не могу определиться тут греется он не греется сейчас посмотрим еще мы на нем еще с толком никуда и не катались масло уровень после вот как мы переварили хотя у нас предстоит скоро дальничок за материалами все норме все выезжает надо будет делать прогревать на холодную эти как он поддымливый оборотов мало я тоже думаю это связано с циклой подачи вообще когда прогреется у него дыма вообще нет никакого сейчас у кого-то она сейчас приезжает а вот и маленький надо будет немножко добавить или надо сделать этот мог на прогревочный до поставить дырок уже холодно ему надо побольше так он работает два выхлопа но если честно как бы да она красиво смотрится на не знаю насчет практичности это мне кажется ерунда это я еще раз повторю он когда прогревается компрессию хорошим почему с чем это связано а сурки тоже мы регулировали проверяли на смартфон там тоже вопросами прогревается романом она поехал я буду Я ставлю в пол Прям кедаль в полон Тогда у него начинается какой-то разгон В принципе так-то неплохой разгон Тебе спинометр видно на нем Сейчас замер сделаем по этому спинометру И будем по телефону делать Сейчас проходит же молекула Прогреется И еще холодно Наверное сделаем разгон до 80 Не будем Смечкой что-то тут забудела Не будем до 100 делать Потому что сильно Смечка начинает путиться Хотя мы до 100 разгонимся Можно еще до 100 сделаем Да? Смечка начинает путиться Стопку пошел Проверяем Проверяем В результате ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В последнее время ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смечку на 2 сетях Сейчас оно сделаем Это панелька был Сюда закружен, сделаем вот сюда, чем вор Сейчас вот здесь отвернемся, там будет ростон, но это как бы более уже круженого будет подходить Сейчас он уже прогрелся, поломается, бля, суперпечка раньше так не было Вот сюда, ну ладно Только туда не снимай, бандачок в этом Полетело-то сейчас А что они там, блядь, видят, ты что-то полетели Авария, что ли, сейчас доедет В начале видео-то там она худела, это вот она Где-то здесь и вот, где мы проехали Да, есть Ну секунд 35, наверное, да? Тут еще у нас косячок нарисовался Вот видите, прокатились, трубы были посередке Сейчас сместились оба сюда, к краю То ли расширение идет, то ли что Короче, смещается у нас вот этот выхлоп и начинает здесь маленько стучать Надо вот это окно будет вот так, наверное, еще вырезать Стоит с этой стороны В принципе, хорошо, что пока здесь у нас все на гнилушках Там вроде снизу все нормально Да? Да Ну и стоят в стороне, смотрите, камни Видите, вот Вплотную Сейчас вот маленько постоит, остынет, посмотрим, как будет Тоже, блин Замерим сейчас еще раз Тут, правда, под горку Не расходы, а на разгон Так, вот ноль у нас Газ пол Не должен был Доехали до дома Температура норма Как бы не лезет Ну не знаю, говорю То и было сильно жарко, что температура лезет Сейчас-то холодно на улице уже 8 Ладно, все, сейчас пускай маленько остынет И будем это регулировать Кстати, сидушка немножко опустила На одно отверстие здесь Можно даже ее при желании здесь еще просверлить одно Ну нормально, все сейчас Опять же, я еще пол тут не наращивал Когда будет здесь маленько наращивание, пол будет нормально Вот это вот не нравится, арка, если честно Я хочу маленько пол, поэтому поднять, чтобы было Ну, ладно, это не суть Давайте сейчас снимаем капот Как раз посмотрите, как регулировать эту цикловую подачу Ничего, в принципе, сложного тут нет Ну и дымок как раз будет Так, ну вот В принципе, тут регулировка легкая Ну, надо снять вот эту заднюю крышечку Здесь их, соответственно, холостой регулируется у него Ну и внизу там винт сейчас снимаем ее Продано под такие винты нехорошие Не, Мишка, я не откручиваю над обидкой И этим, ну, гороточком И, кстати, вот сюда можно подключить Надо вот штекер сделать И при подаче сюда тока Будет увеличиваться эти как раз прогревочные будут у нас Надо их сделать хотя бы через кнопку Пусть они не плавные будут там, без регулировки Просто чик-чик, и все И будет все работать Ну, ладно, давайте сейчас скрываем крышку Подобавляем Так, сейчас здесь прольется некоторое количество масла Поэтому желательно бы подложить тряпочку Если вам, конечно, поможет этой тряпочкой Ну, вот, видите Маслице полилось Крышечка на герметике Вскрывали 100% Ну и все, в принципе Оно даже сейчас будет длиться, когда мы заведем Мы сейчас его запустим Двигатель Что нам нужно крутить? Вот этот вот нижний Вот он добавляет топливо Так По идее, как бы еще должен быть здесь верхний болт Ну, тут маленько как бы ТНВД уже другого образца С этим вот регулятором Поэтому верхнего нету Будем добавлять только здесь Повышающие обороты будем тогда добавлять вот этим Холостым ходом Сейчас будут расти обороты Здесь головочка на 10 И подозверточку Получается сам Только на дамешок Или подходит А, нет, подошла Так, дай мне головочку там Удлиненную на 10 Ослабляем тут кандер-гайку И выкручиваем винт Так, я сейчас сразу, наверное, добавлю Два оборота ему Хотя обычно и одного хватает Раз Раз Два Все, выкрутил на два оборота Законтергаем я И сейчас запустим мотор Так, надо сразу этот расконтергать Дай там на 13 ключик еще Видите, не ходит обороты Дым пошел черный, нет? Большие холостые Сейчас я их убавлю И вот эти большие обороты Почему у нас поднялись Они поднялись За того, что надо вот этот винт крутить Получается Его надо немножко убрать Потому что там зажало Получается сам этот регулятор Так, на сколько тут шестигранник Такая гайка хитрая какая-то Так, в общем, смотрите, что-то получилось Зря эту крышку крутил Это пружина Вот он, этот средний винт Который у нас сейчас зажал Вот эта гайка Из-за нее он оборота не сбрасывает А вот он этот верхний винт Которым надо убавлять оборота Не вот этим А вот этим надо убавлять Вот его надо сейчас тоже выкручивать Вот этот выкрутили на 2,5 Ну и примерно этот на 2,5 Тоже выкручивать А это уже по ходу гайку Откручивать придется нам Но пока мы не трогаем Сейчас это обратно закрутим Короче, надо вот этот снимать Бунжурок здесь И он просто добавляет Вот сюда нажимает немножко И добавляет холостых Рейка получается Эти прижимаются За счет электрической, так сказать, системы Ну ладно, это пока нам не суть Но нам пока и не надо Так, вот эта фигня Потом туда все оставляется Пусть она пока так Там мучки есть И вверх Вот Правильно надо поставить его тоже Таким мучиком вверху там Ну все, сейчас вот эти винты Давайте ослабим И попробуем еще раз запустить Так, ну открутил я вот этот На 2 оборота Выкрутил, как и цикловую подачу Ну и вот эту гайку сейчас тоже, наверное Я не знаю, вот Четверть На пол оборота Пог�uro Вот так Хватит Тут сейчас ее будем закручивать Туда Поймать момент Но это надо горячий Чтобы она чуть-чуть прикасалась Но не было зазора Иначе у вас будут обороты на холостых Вууууууууууууууууу Плавать Если вы сильно здесь делаете Большой зазор И его кстати У кого есть вот это на холостых это вот эта гайка чуть-чуть поджар зажимать нельзя он будет не будет сбрасывать запускаем и и и и и и и и и Видите, я ее кручу, начал он это. Надо поймать момент, чтобы он сбросил. Чуть-чуть назад отвести, вот так. Чуть-чуть многовато в цикловой подачи, на рубае. Два оборота много. Полтора. Видите, холостые как-то стукали. Так, можно вот этот немножко закрутить. Хотя холостые мы можем поднять, и так. Сейчас мы их поднимем сразу. Так, ну давайте-ка за нем посмотрим, как сбрасывает его. Во! Ой, дюймок черный-то есть. Вот теперь нормуль, я думаю. Так, ну вот этот еще давай, мне холостых, да, добавить надо? Ну вот так, наверное, нормуль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зайк! Дай! Ну все, в принципе, регулировки наши закончены. Получается, мы вот этот я на два оборота выкрутил, верхний болтик. Видно тебе его, да? Тот на полтора цикловую подачу саму. Цикловую подачу. Но на два уже много. Видите, обороты не хотят сбрасывать. Это уже значит, что вы переборсили с подачей топлива. Ну а этот гайку, я ее примерно на пол оборота выкручивал. Наверное, на четверть, потому что я ее обратно закрутил. Ну тут, в принципе, непонятно. Может быть, даже ее и не надо было крутить совсем. Поэтому просто смотрите, если у вас он с такой линцой сбрасывает, значит у вас идет это, ну, зажата вот эта гайка. Ну и холостой ход я тут, в принципе, я его и не крутил. Остался на своем месте. Поэтому, в принципе, вся регулировка. Собираем сейчас все на место. Ну и поедем, прокатимся, замерим. Так, ну давайте вот сейчас с этого уже места доставим. Разгонимся. Разгон как же. Привок идет, черт. Разгон. Так, ну вот, развернулись. Вот, как будто в прошлый раз замеряли. Все, вот, остановили прям полностью. Вот, все. Все, вот, такое вот растло, получился. Там напишу потом по секунды, сколько было. Уже посмотрю на видео. Почему так? Ну, температура, кстати, поднялась. Вот, печку закрыли, температура стала лезть. Значит, все нет радиатора мало. Надо что-то будет решать с радиаторами Походу придется ставить ростой все-таки И вентилятор делать спереди А если мы сейчас думаем этого хватит, ничего страшного Потом надо турболить Сейчас на воду приедем, посмотрим Выгонит лозу Вода на месте Он набрал свой тепловой режим Как он всегда набирает Здесь маленькая горловина Здесь нет клапана Получается просто идет шланг В бачок Причем он нижний А верхний идет Как бы раз в воздушках с головки Подавление создается за счет пробки Но у нас сейчас, кстати, здесь и давления нет У нас бачок вот здесь немножко сверху треснутый Старый Не знаю, кстати, от чего вот этот бачок Может кто знает, он такой треугольной формы Хорошо сюда встает Напишите, пожалуйста Вот купил один квадратный Он, блин, не влезает Не было бы вот этого цилиндрика Такой квадратный бачок Прям четко сюда вошел бы Но это вот если с автоматом он будет Тогда можно Вот такой Я бы не знаю просто от чего Я бы его сказал Все, такое было видео Заходите в плейлист кузнечика По расходу Напишу вам следующих Так сказать, видео Скажу Что по расходу получилось Поедем мы тут на дальнячок Поэтому, чтобы не пропустить ничего интересного Подпишитесь на канал Заходите в плейлист кузнечик Оценивайте Комментируйте Ну и как говорится Всем спасибо за внимание И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok